Святые горы – важнейшая тема христианской иеротопии, иконографии. Это явление преимущественно византийской древнерусской традиции стало предметом рассмотрения на международном симпозиуме, который прошел в Российской Академии Художеств в Москве. С подробностями Галина Ледвина. Реальные священные горы почитались с глубокой древности. Олимп в Греции как место пребывания античных богов. Иудео-христианская традиция приносит тему храмовой горы. Это место паломничества. Огромную роль играет гора Хариф на Синае, где, как известно из Библии, произошло богоявление и были вручены скрижали завета. В евангельской истории кульминационные события происходят на святых горах Фавори, Елеоне и, конечно, горе Распятия Голгофе. Невозможно переоценить значение святой горы Афон. Святую гору Афон на полуострове Халкидики с X века ставшую общеизвестным сакральным пространством православного мира, особой монашеской страной, в которой воплотилось иеротопическое творчество многих поколений насельников. Они создавали новую святую землю, сравнимую по значению с исторической Палестиной и Святым Градом Иерусалимом. Богоизбранность места и его исключительные естественно-природные особенности, соединившись с духовными и практическими усилиями тысяч монахов и отшельников, преобразовали полуостров в особую священную среду, которая стала восприниматься как избранная святая земля и видимая пространственная икона Царства Небесного. Святые горы — места многовекового поклонения, а также источник вдохновения для книжников и художников, которые изображали их в своем искусстве. Впервые в мировой науке в Москве на международном симпозиуме святые горы рассмотрели как важнейшую тему христианской иконографии иеротопии и византийско-древнерусской традиции. Концепцию иеротопии, как и сам термин, 16 лет назад предложил академик Лидов. Обозначает он создание сакральных пространств, которые рассматриваются как особая форма творчества, сравнимая с творчеством литературным, изобразительным, музыкальным, и, соответственно, раздел истории культуры. То есть речь идет о новой области знания, которая изучает теорию и практику создания сакральных пространств в различных культурах мира, но для нас в первую очередь в византийско-древнерусской традиции. По словам академика, внимание ученых на симпозиуме было сосредоточено на сакрально-символических аспектах святых гор, на исторических и художественных методах исследований этого сюжета. Среди тем, которые предложены к обсуждению, философские и богословские аспекты феномена святой горы. Святые горы в обрядовой и литургической практике, создание святой горы как вида иеротопического творчества, археологии и архитектурной традиции святой горы и многие другие. Академик подчеркнул, что сегодня на наших глазах создается гуманитарная наука завтрашнего дня. Это та область знания, где Россия принадлежит нау-хау. То есть это наше открытие и наша разработка, которая уже всерьез изучается в самых разных странах мира. Это одна из тех, к сожалению, немногих областей, но всё же существующих, где у российской научно-академической традиции есть свой приоритет. И, собственно, мы в этой области знания задаём тон в мировом контексте. Симпозиум стал продолжением многолетней научной программы, в рамках которой проводятся исследования важнейших элементов мира. Шесть лет назад это были огонь и вода. Теперь это земля в виде святых гор. Следующая программа будет посвящена исследованию воздуха. В христианской традиции это небеса.